Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь смотреть видосики на ютубе! Считаю! Раз, два, три! Ничего себе! Из этой черной дыры торчит вот такое щупальце! Боюсь представить, что там внутри. Видим то, что если мы вместе с вами сейчас выберем вот такой множитель, у нас вместо одного щупальца стало 6, и теперь, ребятоньки, уже 18. Офигеть! Это реально очень и очень даже много! И на финалочку мы видим то, что у нас 25 щупалец, мы запуливаем вот такого паренька, который превращается, кажется, в венома, и нам надо сражаться против вот этого босса. Давайте тогда, конечно же, быстрее тапать, чтобы запустить его на очень хороший множитель. Ну и в итоге мы вместе с вами получаем множитель в 4,4х. Ну а я приветствую всех! С вами Илюша! Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Dark Hole. И что же, второй уровень. Давайте мы вместе с вами покачаемся. Я думаю, стоит добавить еще одну щупальцу. Ну и, конечно же, друзья, начинаем наше прохождение. Видим то, что мы вместе с вами взяли сразу же плюс 8 щупалец, и тут еще, друзья, аж целых 15. Офигеть! Мне кажется, или мы сейчас побьем рекорд? Да, друзья, у нас теперь вместо 25 щупалец максимум уже имеется 37. Я, честно говоря, даже не представляю, какой у нас будет мощности чувачок. Видим то, что он опять-таки начинает превращаться в Венома. Ну и давайте сражаться против вот этого нашего босса. Видим то, что у него имеется даже вот такая прикольная шляпка. Но единственное, что-то у нас очень плохо по множителю. Всего лишь 3,4. А именно, на балл меньше, чем предыдущий результат. Окей, ребятоньки, это нужно точно исправлять. Давайте мы вместе с вами прокачаем один разочек инкам, и давайте, наверное, добавим еще одну клешню. Теперь мы начинаем с вот такой прикольной троицы. Ну и, конечно же, берем прикольные множители, такие как плюс 10 щупалец. И, кстати, мне нравится то, что по пути, когда мы лопаем вот этих ребяток, у нас добавляется также щупальца. Вот это реально очень-очень даже прикольный бонус. Давайте тогда сейчас до конца доиграем, потому что у нас остается буквально один множитель в плюс 6, ну и, конечно же, пару вот таких ребят. А именно, вот этот паренек, который, видимо, очень даже сильно нас испугался, что аж начал убегать. И что же, перед нами вот такой король-босс. Мы начинаем превращаться, конечно же, в венома. Ну и начинаем быстренько-быстренько тапать. Надеюсь, у нас очень хорошо получится взять какой-нибудь крутой множитель, но почему-то опять-таки 3,4, и то мы еле-еле до него коснулись. Не знаю, друзья, что происходит, видимо, наши боссы становятся сильнее. Но и мы, друзья, не простачки. Сейчас прокачаем щупальца, и, конечно же, инкам еще на один уровень. Теперь у нас уже аж целых 4 щупальца. Давайте будем их приумножать. У меня, на самом деле, ребятоньки, стоит главная задача. А именно, сделать рекорд в 100 щупалец. И это, на самом деле, будет реально очень-очень даже мощно. Смотрите, тут у нас еще имеются множители даже на умножение, и мы только что с 20 сделали аж целых 40 к наших щупалец. Только Дисней сейчас немножко потеряли, но на финалочку набираем, в принципе, 49 щупалец. Ну, можно назвать 50. Ну, и давайте тогда, конечно же, выходить на битву с нашим боссом. Надеюсь, у нас сейчас все получится. Я сейчас, друзья, буду тыкать аж целыми четырьмя пальцами, и в итоге смотрим, будет ли у нас хороший тапанец, друзья. И видим то, что чем больше пальцев, тем лучше. Офигеть. Я сначала подумал то, что у нас будет очень плохой множитель, но получилось довольно-таки все неплохо. И в итоге мы вместе с вами заработали 280 монеточек, и, конечно же, опять-таки прокачаем наши параметры по одному уровню. Ну и, друзья, у нас уже вот такой прикольный уровень, где нас сразу же встречает плюс 20 наших щупалец. Давайте тогда, конечно же, к этому стремиться. У нас сразу же 25 щупалец имеется, и мне нравится, как эти ребята сначала очень-очень даже жестко стоят, будто они собираются с нами сражаться, но потом в панике начинают убегать. Это, конечно, выглядит очень-очень даже смешно. Давайте тогда сейчас мы еще выберем вот такой крутой множитель, и еще плюс 19. Вот это жесть, друзья. Мы очень, на самом деле, близки к нашему рекорду, потому что у нас уже имеется 74 щупалеца, 75 и плюс 14, 89. Офигеть, друзья. Вы просто посмотрите, наши щупальца выглядят уже как трава какая-то. И у нас, кстати, новенький зелененький паренек. Окей, давайте тогда посмотрим, на что наш паренек способен. Надеюсь на то, что он будет очень-очень даже мощный. И, мне кажется, или он действительно будет очень даже мощный. Ну да, мы набрали множитель 4 и 2, но, к сожалению, почему-то больше 4 и 4 мы пока что ни разу не набирали. Ну ладно, у нас следующий уровень. Ну и нам, конечно же, опять-таки, хватит прокачать тентакл, а именно щупальцу дополнительную. И, блин, капец, друзья. Нам не хватает 25 баксов, чтобы прокачать инкам до 5 левела. Ну ладно, тогда в следующий раз мы обязательно первым делом сначала прокачаем инкам. Ну и начинаем, конечно же, лутать наши денюжки и потихонечку попадать на наши множители. Вот у нас уже сразу же имеется 33 щупальца. И, блин, капец, друзья, вот такие множители я, честно говоря, не люблю, потому что они найдут на отрицание. Ну ладно, зато сейчас мы вместе с вами покушаем еще немножечко людей и видим то, что нам не хватает буквально всего лишь одного паренька, чтобы у нас сразу же было 50 наших щупалец. Поэтому этот рекорд будет, наверное, очень-очень даже, друзья, слабенький. Не знаю, насколько этот босс сильный, но сейчас мы вместе с вами, друзья, будем все это дело выяснять. Видим то, что у нас вся полосочка заполнилась очень и очень даже хорошо. И смотрите, друзья, это какой-то нонсенс. Мы вместе с вами практически до 4 и 6 множителей добрались, но при этом у нас была слабая прокачка. Это, конечно, очень странно, но у меня возникла теория. А что если нам надо просто очень плохо играть? Давайте сейчас мы вместе с вами попробуем это сделать. Первое, что мы делаем, это умножаем 6 на 6 и получаем 36 вот таких щупалец. Офигеть. Интересно, у нас точно получится плохо здесь играть? Хотя видим то, что да, действительно у нас это получится, и причем очень-очень даже неплохо. Сейчас мы вместе с вами, наверное, прибавим немножечко щупалец, потому что мы, наверное, сразу же проиграли бы. Ну и, конечно же, начинаем потихонечку деградировать. Вот у нас уже мог бы быть хороший результат, но в итоге мы доходим до финиша с 12 щупальцами, и посмотрим, насколько же они хорошо будут сражаться против нашего босса. У нас, кстати, выпал новенький чувачок, желтенький. У нас до этого таких пареньков не было. Ну и, ребятоньки, тот самый момент. Смотрим, как у нас будет хорошо, либо же плохо проходить наш множитель, и видим то, что он прошел, конечно, не очень хорошо, но зато 360 баксов мы заработали. Ладно, я сейчас скачаю еще одну щупальцу, и буду проходить наш финальный уровень. Я очень, друзья, надеюсь на то, что у нас все получится. Ну и видим то, что уже у нас имеется 28 очков. Замечательно. Будем, конечно же, продолжать в том же духе, только единственное, я вижу то, что впереди у нас очень и очень даже много плохих множителей. Хотя, если смотреть на множитель разделить на один, то мы, в принципе, ничего и не потеряем. Главное нам здесь ничего не терять, и мы все-таки это сделали. Ладно, остается тогда нам добрать вот этих ребятушек, которые у нас в панике убегают от нас, ну и начинать файтиться против нашего босса. Босс у нас опять-таки с короной. Давайте тогда, конечно же, начинать тапать. Видим то, что опять-таки у нас полосочка очень и очень даже хорошо заполнена, но босс отлетел всего лишь на множитель 3 и 6. Ну а на этом, ребятоньки, я думаю, можно заканчивать прохождение нашей игрушки. Если вам она понравилась, и вы хотите продолжения, обязательно напишите об этом в комментарии, ну и, конечно же, наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока! И, кстати, друзья, мы вместе с вами все-таки побили результат больше 100 щупалец. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!